Некоторых миллионеров иначе как кощеями и скрягами не назовешь. Другие, напротив, швыряют деньги направо и налево. Те и другие в любой момент могут потерять свое состояние. Не лучше ли потратить его с пользой? Привет, друзья, с вами снова не профессор гуглов. Да, это его заместитель. Профессор все еще болеет, поэтому побольше пальцев вверх, чтобы он выздоравливал. Прошли те времена, когда встречают по одежке. Сейчас даже в дорогих магазинах знают, под непрезентабельным обликом может скрываться многомиллионное состояние. Подписывайтесь на канал и смотрите истории про богачей нового типа. Чарльз Финни. Как живет создатель Дьюти Фри. Многие богачи учатся бережно обращаться со своими средствами. Поначалу они покупают все, что им хочется, но со временем аппетиты богачей утихают. Чарльз Финни заработал состояние, создав сеть магазинов Дьюти Фри по всему миру. Но в историю он вошел как меценат и филантроп. По-русски говоря, этот парень жертвовал на благотворительность. Всю свою жизнь Финни работал и преуспевал в бизнесе, став миллиардером. Что люди обычно делают, получив определенный социальный статус и состояние? Демонстрируют их или копят и раздуваются от собственной значимости. Финни, видимо, не знал этих обычаев. Сначала он зарабатывал деньги, а потом начал их раздавать. На сегодняшний день Финни пожертвовал международным благотворительным организациям более 9 миллиардов долларов. Это около 700 миллиардов рублей на минуточку. Насколько успешно мужчина строил карьеру и зарабатывал миллиарды, настолько же усердно он все раздарил. Сейчас Чарльз Финни живет в трехкомнатной квартире в Сан-Франциско со своей женой Хельгой. Они решили, что для счастья им нужно немного, и лишние деньги отдали другим. Вот это пара! Представьте, каким бы стал мир, если бы больше людей последовало их примеру. А мое особое восхищение – этой невероятной женщине. Джимми Картер – самый скромный президент В истории США были президенты, которые использовали свою власть и положение в личных целях. Но только не Джимми Картер. Он родился и вырос в маленьком городке штата Джорджия с населением около тысячи человек. Каждый второй в тех краях жил за чертой бедности. Его отец выращивал арахис, а сам он стал 39-м президентом США. Если вы хотите научиться скромности, возьмите пример с Джимми Картера. Он хотел лишь помочь своему маленькому городку и местному сообществу. Картер утверждал, что самым большим его достижением стала женитьба на его возлюбленной Розалит. «Это апофеоз моей жизни», – говорил он. В 1953 году он вышел в отставку и, вернувшись на родину, занялся семейным сельскохозяйственным бизнесом, продолжив дело своего отца. Президент, который еще скромнее. Когда президентский срок кончился, президент Уругвая Хосе Мухико отказался получать пенсию от государства. Он сказал, что его служение своей стране и людям заключается в том, чтобы не ставить себя выше других. Когда мой президентский срок подошел к концу, пришло время вернуться к простому народу и простой жизни. Вы когда-нибудь думали, что услышите эти слова из уст президента? Думаю, нет. Сегодня люди больше думают только о себе, и это грустно. Во время своего срока Хосе Мухико был известен своей откровенностью. Он утверждает, что всегда действовал в интересах своей страны. Когда Мухико ушел в отставку в 2020 году, он отправил письма с извинениями всем коллегам и всем, кто был оскорблен его чрезмерной открытостью. Извинения были приняты. Мухико вошел в историю, как один из самых скромных людей. Бездомный миллиардер Вы когда-нибудь слышали о Николасе Берджероне? Если нет, рассказываю. Родился этот миллиардер в богатой семье. Но не только это сделало его известным. Берджерон начал помогать бизнесменам, которые оказались в трудном положении, одновременно строя собственный бизнес, который со временем стал оцениваться в 2,5 миллиарда долларов. Миллиардер не имеет постоянного места жительства, но это не значит, что он скитается по улицам. Николас просто никогда не бывает дома. Берджерон постоянно путешествует и любит пробовать все новое. Конечно, он тратит большие суммы на отели и поездки, но вернуться из поезда к богачу некуда. Бизнесмен покупает недвижимость, но делает это от имени компании и превращает ее в коммерческие проекты. Для Берджерона его многочисленные предприятия и есть дом. Он с легкостью мог бы поселиться на каком-нибудь частном острове, если бы захотел. Но вместо этого выбирает выгодные варианты, которые двигают его бизнес. Потерянное состояние История Патрисии Клюге похожа на голливудский фильм. Что хуже? Никогда не иметь денег или иметь их и потерять? Патрисия Клюге получила свое состояние в ходе развода. На эти деньги она даже начала собственный бизнес. Но приняв несколько неверных решений, Клюге потеряла все. Патрисия родилась в Ираке в 1944 году. Когда девочке было 16 лет, семья переехала в Англию. Там Патрисия встретила и вышла замуж за магната телевизионной студии Джона Клюге. Жених был старше невесты на 35 лет. Позже Клюге продал компанию за невероятные 4 миллиарда долларов медиамагнату Руперту Мердоку, который позже превратил ее в телекомпанию Fox. Даже после развода с Патрисией, ее бывший оставался самым богатым человеком Америки. А 1 миллиард долларов, которые женщина получила в качестве отступных, сделал их развод самым дорогим в истории. На эти деньги Патрисия создала поместье в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, где было только, представьте, 45 комнат. Здесь Патрисия и ее третий муж Уильям Мозес, бывший руководитель IBM, проводили изысканные ужины и мероприятия, которые многие считали нелепыми и претенциозными. В каком-то смысле люди были правы. Патрисия пустила деньги на ветер и скоро обанкротилась совсем. Мази Дамата – столкновение четырех Феррари. Деньги сводят людей с ума. Некоторые начинают делать странные покупки, другие совершать странные поступки. После автомобильной аварии этот миллиардер полностью пересмотрел свою жизнь. Мази Дамата, 38 лет, родился в Сирии, вырос в Дубае и заработал миллионы на веб-дизайне, маркетинге и недвижимости. Мази купался в роскоши и рассекал по оживленным улицам Дубая на Феррари, как и многие другие миллионеры. Однажды четверо из них встретились. Авария сразу из четырех Феррари унесла жизни двух водителей, а Мази Дамата после нее арестовали. Непонятно, кто там был виноват на самом деле. Но после этих событий парень переосмыслил свою жизнь и решил, что теперь должен помогать нуждающимся. Он пожертвовал почти все свои сбережения на благотворительность и пообещал, что больше никогда не будет жить, как раньше, а если разбогатеет снова, то не позволит деньгам затмить его разум. Победители лотереи Думаю, именно такие люди заслужили выигрыша. Фрэнсис и Патрик Коннолли тихо жили в арендованном доме. Когда вдруг в последний день 2019 года выиграли джекпот на сумму 115 миллионов евро. А это на минуточку. 100 миллиардов рублей. Этот выигрыш считается самым большим в истории. И вот, как им распорядились его обладатели. Сначала они составили список из полусотни родственников и взяли их под крыло. Выплатили все ипотечные кредиты, починили все, что требовало починки. Затем купили 2 гектара земли за городом и наконец построили себе собственный дом. Остальные деньги семья отдала в благотворительные фонды. Так пара позаботилась о своей семье, близких и друзьях, а затем отдала деньги тем, кто в них нуждался больше. Это просто невероятно. Отличный пример для других. Думаю, жизнь многих людей изменилась бы к лучшему, если бы больше людей мыслили так же, как Фрэнсис и Патрик. А что вы думаете по этому поводу смогли бы отдать такую большую сумму на благотворительность? Напишите в комментариях. Шой Макбрайт. Возьмите, вам нужнее. И еще один счастливчик. Шоу Макбрайт выиграл в лотерею 150 миллионов долларов. 11 миллиардов рублей. И решил раздать эти деньги нуждающимся. Достаточно одного доброго поступка, чтобы вдохновить других. Мы все можем поучиться у этого скромного парня. Он мог использовать эти деньги в своих целях, но решил отдать их тем, кому они нужнее. Когда один человек делает что-то значимое, он становится примером для других. Перси Росс. Спасибо за миллион. Перси Росс тоже был одним из тех, кто любит раздавать деньги. Мультимиллионер. Известный благодаря своей газетной колонке под названием «Спасибо за миллион» и одноименному радиошоу, выходившему в 90-х. Перси лично раздавал чеки на починку протекающей крыши, замену украденного протеза или даже покупку красивого кружевного белья для старушки, которой было стыдно умирать в старом белье. Таких чеков было очень много. Перси Росс раздавал деньги тем, кто брал у него интервью или фотографировал его. Тем, кто ему писал, он отправлял письмо с чеком по почте. Это как если бы кто-нибудь платил вам просто за то, что вы с ним поздоровались. Больше чем деньги Перси Росс любил делать людей счастливыми. Он надеялся, что его пример вдохновит будущих филантропов использовать деньги во имя добра. Мужчина считал, что деньги не могут решить все проблемы, но они могут облегчить жизнь, по крайней мере в современном мире. Ой, немногие придерживаются этой точки зрения, но мне она тоже близка. Я бы отдал большую часть на благотворительность, если бы был уверен, что все по-честному. А на что бы вы потратили свалившиеся на вас богатства? Пишите в комментариях сразу под видео, подписывайтесь на канал Профессор Гуглов и смотрите другие истории.